Новости продолжают эфир канала 24 КИЗ. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Косужа Мартукаев принял председателя высшей аудитарской палаты Алихана Смаилова. Они обсудили вопросы дальнейшего повышения эффективной системы государственного аудита и финансового контроля. Президент подчеркнул, перед высшей аудиторской палатой стоит задача обеспечить жесткий контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств и государственных активов как на республиканском, так и на местном уровнях. В свою очередь, Алихан Смаилов поделился видением дальнейшего развития системы государственного аудита и доложил о планах ведомства на текущий год. В завершении Косужа Мартукаев выразил уверенность, что опыт и профессионализм Смаилова позволят качественно реализовать все поставленные задачи. Лжас Бектенов поручил ответственным чиновникам провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации. Они должны незамедлительно приступить к подсчетам ущерба от паводков и оказанию материальной помощи пострадавшим. Гульнара Ерманова продолжит. Паводковая обстановка в Казахстане стабильно сложная. Такую оценку в правительстве дал вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауржан Сыздыков. Сам глава ведомства, как говорится, в это время на передовой в регионах. В зоне же подтоплений остаются пять областей. И если на западе страны вода немного спала, то в центральной, северной и восточной части республики напротив идет интенсивное повышение уровня рек. А наиболее сложная обстановка сохраняется в Актьюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Впрочем, ситуация быстро меняется. Поэтому премьер-министр призвал казахстанцев серьезно относиться к оповещению Акиматов и специальных служб. Все это позволит сохранить жизни. Как отметил глава государства, в ходе вчерашнего совещания пик паводков еще не пройден. Сейчас наблюдается некоторый спад из-за небольшого снижения температуры воздуха. Но в ближайшие дни, по прогнозам, будет заметное потепление. Значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. К этому надо быть готовыми. Эвакуация направлена на обеспечение безопасности, подчеркнул премьер. Поэтому попросился отечественников не усложнять работу спасателям и тем более не проявлять агрессию. Своим подчиненным глава Кабина поручил незамедлительно начать оценку нанесенного стихией ущерба, а еще приступить к оказанию материальной помощи пострадавшим. Разъяснением алгоритма возмещения займутся Акиматы. Как заверил Олжас Бектенов, без помощи никто не останется. Пока же не озвучена точная сумма, которую выделят из резерва правительства. На сегодняшний день именно о конкретной сумме речь не идет. Есть у нас конкретные, скажем, законодательные правила. Как мы вам уже сегодня говорили, в 20 местностях у нас объявлена учебная ситуация местного масштаба. И как раз наши, скажем, оригинальные Акиматы теперь, как мы и говорили, созданными комиссиями и группами должны подсчитать ущерб. И у каждого Акимата есть свой резерв на чершение ситуации. И если же у них финансовых средств не будет хватать, это согласно правилам, которые конкретно утверждены законодательно, тогда они будут обращаться на правительство. Правительстве ответили на критику о 7 миллиардах тенге, выделенных ранее на борьбу с паводками. Как заверил вице-министр по ЧАЭС, по факту Акиматы получили лишь менее половины озвученной суммы. Сегодня же стали известны предварительные расчеты размера компенсации потопленных домов. Один квадратный метр оценили в 281 тысячу тенге. На данный момент точное количество пострадавших домов неизвестно. Местные исполнительные органы собирают информацию. Затем мы выделим средства. Но уже сейчас можно сказать, что примерно на один дом будет выделено 22 миллиона тенге. Мы утвердили эту цену. Глава правительства поручил ответственным чиновникам провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации. Пока в приоритете спасение жизни казахстанцев. Предметная проверка деятельности отдельных должностных лиц, как обещал ранее Улжас Бектенов, будет проведена после. В регионах же продолжаются аварийно-спасательные работы. Из зон потоплений эвакуировано уже свыше 15,5 тысяч человек. Гульнара Ерманова, Артур Горошников, 24КИЗ. Совершил облет местности, осмотрел аварийный мост и встретился с жителями села Коколад, пострадавшими от наводнения. Он дал местным органам поручения по восстановлению поврежденных домов, аварийно-спасательным работам и оценке ущерба. На юге Кустанайской области потоплены 75 частных жилых дома. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов. Эвакуировано почти полторы тысячи человек. В регионах продолжается ликвидация последствий паводков. В зоне потопления остаются шесть регионов. Сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Кустанайской областях. Возникла угроза переполнения Теренцайской плотины в Актюбинской области. Из села Айке заблаговременно эвакуировали почти 500 человек. В регионах проводится постоянный мониторинг на реках и водохранилищах. С помощью дронов службами гражданской защиты ведутся аварийно-спасательные работы. В данное время в пунктах временного размещения находятся 3881 человек, из них 1655 детей. Для них созданы необходимые условия. Из 62 населенных пунктов, оставшихся без транспортного сообщения, восстановлены 12. Оповещение и информирование граждан о складывающейся ситуации нами осуществляется круглосуточно. Пострадавшим оказывается психологическая и необходимая помощь. Работают телефоны горячих линий. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прибыл в Актюбинскую область. Он осмотрел водохранилище. За два дня на объекте скопилось более 200 миллионов кубометров воды. По прогнозам КАЗ-Гидромета туда должно поступить еще 210 миллионов кубометров. А в Каргалинское водохранилище 180 миллионов кубометров воды. Мы должны сейчас синхронизировать работу этих двух водохранилищ, чтобы когда река Илья, Илья и Каргала объединяются, мы должны обеспечить минимальный попуск воды, который бы обеспечил минимальные риски по затоплению. На востоке Казахстана паводки снова отрезают населенные пункты от внешнего мира. В этот раз затопило дорогу Кукжута-Карауткель в Самарском районе. А вот на трассе Омск-Май-Копчегай наконец-то движение запустили. Я напомню, четверо суток жители Зайсана и Тарбогатая были вынуждены добираться в областной центр и обратно домой в объезд за сотни километров. Подробности у Анны Лесенбердиной. Вот так выглядела дорога Омск-Май-Копчегай на границе области Абай и Восточного Казахстана. Талые воды размыли проезжую часть недостроенной трассы. В итоге десятки автомобилистов не смогли добраться до пункта назначения в Зайсан и Тарбогатай. И были вынуждены ехать через Маркоколь, Курчу, Малтай, Катон-Карагай, объезжая все Бухтарминское водохранилище. Четверо суток дорожники устраняли проблему и накануне ночью запустили движение. Для восстановления нами было потрачено порядка 5000 тонн бутового камня, 1800 тонн щебня, а также 1200 тонн ПГС. Закрытие данного участка создало социальное напряжение среди населения, так как объезд данного участка проходит порядком почти 1000 километров через Бухтарминское водохранилище, через Алтае. И в связи с чем в круглосуточном режиме были организованы работы. Похожая ситуация и в районе Самар, только там дорогу пришлось разрушать искусственно, чтобы пропустить воду мимо населенных пунктов. Теперь маленькая сила Карауткель со 150 жителями оказалась в вынужденной изоляции. И чтобы наладить проезд, остается ждать спада уровня талых вод. На остальных дорогах в регионе специалисты стараются предотвратить переливы и разрушение трасс. В противопаводке мероприятия у нас входит очистка труб, мостов, а также устройство валов. Для защиты проезжей части от потоплений делается вал, а также мешкатарами тоже ведутся работы. На дорогах республиканского значения создали и пять аварийных бригад, чтобы максимально оперативно действовать в случае опасности. Проверяются этапы работ специалисты Национального центра качества дорожных активов. Их инженер лично контролирует и ситуацию в Зайсане. На данный момент у нас по области там как бы проблема. А так, конечно, нашими специалистами на центра качества мониторинг ведется. То есть выезжаем, выезда осматриваются. Дороги, где есть угроза или нет угрозы, тоже как бы сообщаем непосредственно подрядным организациям, заказчикам. К слову, на трассе Омск-Майкопчега и в следующем году такие переливы уже не повторятся, обещают дорожники. На проблемном участке в этом году планируется построить сразу 13 мостов, чтобы вода беспрепятственно уходила под ними и не разрушала дорожное полотно. В Карагандинской области ждут вторую волну паводка. 40% северных территорий еще остаются под снегом. Щетский район пока единственный в регионе, где объявили режим ЧАЭС. В нескольких селах там подтопило более 40 жилых домов. Сейчас вода спала и жители возвращаются домой. Под угрозой находятся еще 28 населенных пунктов. Туда направили дополнительные отряды спасателей. Подробности у Марины Золотаревой. Жители подтопленного села Аксу вернулись домой. Люди сушат дома, наводят порядок и подсчитывают убытки. И только семье жумажан некуда возвращаться. Их дом единственный из 24 подтопленных восстановлению не подлежит. Посмотрите на состояние дома. Нам в Акимате сказали, не волнуйтесь, получите новое жилье. А пока будем ночевать у соседей. Река Ширубай-Нура в Шетском районе подтопило 43 дома. Из четырех сел спасатели эвакуировали порядка 300 человек. Сейчас большая часть вернулась домой. Чтобы возместить людям ущерб, районные власти объявили режим ЧАЭС. На визуальном осмотре сейчас один дом уже на проживание не пригоден. Это будем семью выселять и заселять в другой дом. Пока не определили сумму ущерба, это будет комиссионная работа. В целом сейчас обстановка стабильная. Инфраструктура все работает. Есть два поселка, которым мы сейчас должны сделать дорогу. Сейчас уже река, наверное, в своем русле будет только. Разлива не будет. Если в южных районах уже оправляются от наводнения, то в северных усиленно к нему готовятся. Под угрозой подтопления 28 населенных пунктов. Туда сейчас брошены основные силы и техника. Сейчас под контролем все села, которые находятся ниже по течению крупных водохранилищ. Это ниже по течению Самаркандского водохранилища, Чкалово, Садово, Акзылжар. И ниже по течению Интумакского водохранилища. Ниже по течению Шеруба и Нуринского водохранилища. Это отделение Таззаимка, село Юбилейное, Абайского района. На контроле все населенные пункты Нуринского района. В населённых пунктах, расположенных у водосбросов, спасатели укрепляют валы и укладывают межкатару. В противопаводковых мероприятиях в регионе задействовали тысячу человек и более 150 единиц техники. Стабильно сложная. Так сейчас оценивают обстановку специалисты. Они прогнозируют вторую волну паводка. Талая вода может теперь пойти со стороны северных районов области. Марина Золотарёва, Зарина Зубыхар, Крагандинская область, 24КИЗ. Монгостаусцы оказывают помощь пострадавшим от наводнения казахстанцам. При молодёжном ресурсном центре работает пункт приёма гуманитарной помощи, где собирают одежду, предметы гигиены и продукты. Кроме того, октауские бизнесмены откликнулись и делятся своими товарами с пострадавшими. Уже собралось больше двух тонн груза. В ближайшие дни его отправят железнодорожным транспортом. Пункт работает без перерывов. Мы на прямой связи с такими же ресурсными центрами в пострадавших областях. В переписке нам сообщают, какие вещи им нужны, начиная от предметов для новорождённых, заканчивая вещами для пожилых людей. Обувь, сумки, канцелярские товары. Необходимо всё. И к тому же звонят люди из различных компаний и говорят, что принесут сегодня вещи. В Павлодарской области начали оценивать ущерб от наводнения. По официальным данным, пострадавшими в регионе признали 18 домов. В Успенском и Актугайском районах ещё пять подтопило талыми водами в Коктубе и в районном центре Майского района. Улицу Баки-Басар на окраине села Коктубе табило и раньше. Дома расположены в Низине, поэтому каждую весну местные жители здесь борются с талыми водами. Но в этом году всё было намного хуже. Такого полноводного паводка люди не ждали. Мы как-то первый день 26-го боролись. Я вызвала МЧС, приехали, выкачивали. Но как бы ничего не помогало. Уже 27 марта, уже к вечеру, где-то к 6, уже в дом проникла, получается, вода. В доме вода залила оба погреба и проникла во все комнаты. За 43 года, что здесь прожила Гульмира Исабаева, подобного не было. Её соседям тоже досталось. Они до сих пор устраняют последствия подтопления. Ситуация стабильная у нас. Мы всю эту работу провели. Как вы видите, 95% снега. В целом по району она уже растаяла. То есть никаких угроз или рисков не имеется. Теперь поводок наблюдается в северных районах Павлодарской области. Именно там сейчас самые сложные участки, говорят спасатели. Подтопленными остаются 18 домов в селах Жалауле и Шолахсор. Сброс воды у нас идёт в селекты от соседей, от нашей Акмолинской области. Пока сброс идёт выше нормы, мы ожидаем, что вода придёт от них. Могут быть дополнительные какие-то у нас подтопленные регионы. На ликвидацию последствий Паводка в регионе выделили 2 миллиарда 800 миллионов тенге. Специальная комиссия уже приступила к оценке пострадавшего имущества. Соответствующие решения о возмещении ущерба будут принимать местные исполнительные органы. Данным семьям будет оказана всевозможная поддержка по возмещению ущерба, в том числе и за счёт внебюджетных средств, за счёт спонсорских средств. Помимо этого в обязательном порядке будут предусмотрены выплаты обязательные, выплаты социальной помощи. Размеры выплат составляют по области от 50 до 100 МРП, в зависимости от региона и утверждённых размеров. Люди, пострадавшие от Паводка, могут обратиться за помощью в Акиматы. Там никого не оставят без поддержки. Ербулавишев, Давлет Кошхарбаев, Марат Игликов из Павлодорской области, 24 КИЗ. Около 30 тысяч голов скота переместили в безопасные места выпаса в подтопленных регионах. Из-за возможного наступления второй волны паводков сельчан просят заблаговременно вывозить животных из зоны риска. Фермерам, потерявшим скот, обещают возместить ущерб за счёт средств местных бюджетов и других источников. Также продкорпорация намерена помочь с поставкой корма и отсрочить сроки платежей. К сожалению, падежа скота избежать не удалось, отмечают в ведомстве. Их подсчёт ещё ведётся. Казахстанские учёные развивают искусственный интеллект, расширяя возможности диагностики и лечения сложных заболеваний. Премьер-министр Олжас Бексенов и члены Попечительского совета Назарбаев университета ознакомились с новейшими разработками отечественных исследователей. В их числе создание лекарства от рака учёные завершили первую и вторую фазу клинических исследований препарата и получили обнадёживающие результаты. Учёные работают и над генетическим профилем казахстанцев, что позволит оценивать риски различных заболеваний у граждан нашей страны. Основные направления, которые мы развиваем в нашей лаборатории, это в первую очередь изучение казахстанского референсного генома, то есть насколько мы уникальны или отличаемся от других популяций для построения референсной геномной базы геномных вариантов. Второе большое направление – это изучение геномов при патологических состояниях таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, туберкулёз, инфекционные болезни, иммунологические состояния и так далее. Другое направление – это внедрение новых технологий, как секвенирование нового поколения, так же секвенирование третьего поколения на напоровое в нашей лаборатории. Для этого мы отрабатываем и оптимизируем протоколы и отрабатываем непосредственно в наших проектах. В суде Талдукургана началось рассмотрение дела бухгалтеров отдела образования ряда школ. Сегодня прокурор ознакомил участников процесса с обвинительным актом. В судебном деле, состоящем из 245 томов, фигурируют 20 подозреваемых. Им инкриминируют хищение государственных средств в особо крупном размере. Основным подозреваемым проходит бывший главный бухгалтер отдела образования Талдукургана. Она обвиняется в отмывании денег, полученных незаконным путём, и в создании организованной преступной группы. Год назад женщину задержали при попытках бегства в Панфиловском районе. В ходе обыска сотрудники антикора нашли в машине миллиард тенге и документы на 21 объект недвижимого имущества. Подсудимым вменяется вина в причинении государству материального ущерба в сумме 4 миллиардов 570 миллионов. Из 20 обвиняемых 16 человек взяты под стражу, а четверо по состоянию здоровья будут находиться под домашним арестом. 226 тысяч фактов отклонения от стандартов лечения и диагностики на сумму 1 миллиард 800 миллионов тенге выявили в ходе антикоррупционного мониторинга в медучреждениях Алматы в 2023 году. За первый квартал текущего года результаты анализа коррупционных рисков тоже неутешительны. Качество медицинской помощи в ряде учреждений вызывает нарекания у населения. Наибольшее количество жалоб от гаража поступили на городскую клиническую больницу номер 7, поликлинику номер 29 и центральную семейную поликлинику Алматы. В ходе анализа выявлено 18 коррупционных рисков, внесено 20 рекомендаций. При этом результатами внешнего анализа, а также мониторинга проведенного фондом социального медицинского страхования установлено наличие определенных недостатков в качестве оказываемой медицинской помощи населению. По сведениям фонда в 2023 году, мониторингом качества медицинской помощи выявлено более 226 тысяч дефектов. Справочные дефекты это отклонение от стандартов лечения и диагностики. Первая девушка казахстанка Анар Бурашева готова покорить Эверест. Об этом сегодня объявили на пресс-конференции в Алматы. Экспедиция в Гималайи под названием «Казак Эверест Тим» стартует 6 апреля и продлится 2 месяца. Анар Бурашева входит в состав команды из 7 казахстанских спортсменов. Группу возглавляет легендарный альпинист покорители восьмитысячников Максут Жумаев. Подробности у Григория Беденко. Идейным вдохновителем казахстанской спортивно-патриотической экспедиции к Эвересту является казахстанская спортсменка Скайранер Анар Бурашева. Девушка уверена, что в альпинизме необходимо развивать гендерное равенство. И женщины наравне с мужчинами могут покорять высочайшие точки планеты. Примечательно, что за всю историю восхождения на Эверест на его вершине побывали 799 женщин. Их участие в таких сложных и рискованных походах всегда вызывало повышенный интерес со стороны общественности. Сама экспедиция посвящена героям Великой Отечественной войны Алиям Молдогуловой и Архамжану Кушкарбаеву, а также Сагадату Нурмагамбетову, 100-летний юбилей которого отмечается в этом году. Я понимаю, что это требует огромной концентрации, огромной подготовки физической, ментальной. Это своего рода преодоление себя. Но благодаря своей горной подготовке, беговой подготовке Скайранерской, я чувствую в себе силы это сделать. Водрузить флаг нашего Казахстана на высшую точку. В этом мне очень помогает Максуд. Благодаря нему у нас очень грамотная подготовка. И несмотря на то, что, конечно, страшно, потому что мы все осознаем, на какой визг мы идем, как это опасно, я думаю, мы сможем это сделать. Всего в составе группы «Казах Эверест Тим» 7 спортсменов. Руководителем экспедиции назначен легендарный казахстанский альпинист, майор Центра горной подготовки сил специальных операций, Министерства обороны Казахстана Максуд Жумаев. В его активе покорение всех 14-8 тысячников планеты. Мы понимаем, что у нового поколения Казахстана, в частности у девушек, должны быть свои герои. Должны быть ролевые модели. И мы считаем, что восхождение на Эверест – это прекрасная возможность совершить подвиг, наверное, в наше время. И в данный момент у нас нету даже девушек, вроде бы олимпийских чемпионок, именно казашек. Нету девушек-казашек-космонавтов. Но то, к чему готовилась Анар, это, безусловно, можно запараллелить с этими же достижениями. Казахстанская экспедиция к высочайшему пику планеты стартует в конце этой недели. Она разделена на несколько этапов. И если все пройдет благополучно, завершится в середине лета. Достичь базового лагеря Эвереста, который расположен на высоте 5 350 метров, наши альпинисты планируют в середине апреля. В планах команды – предварительное восхождение к гималайской вершине Айланд. Высота 6 130 метров. Для акклиматизации, тренировок и подготовки снаряжения – главной цели экспедиции – штурму Эвереста. Здесь же команда познакомится со своими гидами-шерпами. Финальный и самый важный маршрут начнется из базового лагеря. Во время восхождения альпинистам предстоит достичь четырех точек, расположенных на высотах от 6 до 8 тысяч метров. И пройти через такие опасные места, как ледник Хумбу, плато Безмолвия и ступень Хиллари. Штормовые ветра, морозы до минус 50 градусов. Лавины, камнепады, ледовые трещины. Со всем этим предстоит столкнуться казахстанской команде. Финальный штурм вершины займет от 12 до 16 часов. В случае успеха на самой высокой точке планеты будет установлен казахстанский флаг. Григорий Беденко, султан Бессикенов, Алматы, 24 Кизет. В алматинский ботанический сад вернулись лебеди, символизируя начало нового сезона. Они перезимовали в крытых вольерах и теперь до поздней осени их домом станет пруд в саду. Грациозные птицы обычно привлекают очень много посетителей. Полюбоваться ими отправилась и наш корреспондент Наргиста Кижанова. Так приветливо лебеди в ботаническом саду встречают посетителей. И хотя сегодня их было не так много, до конца дня посмотреть на величественных птиц в среднем приходит больше 4000 человек. Для комфортного пребывания лебедей здесь созданы все условия, рассказывают сотрудники сада. За ними ухаживают и кормят строго по режиму. У них сбалансированное питание, есть специально обученные люди, которые утром и вечером занимаются кормлением, уходом за животными. Также мы построили специальный домик, где лебеди могут спрятаться в жару от солнца, либо когда им холодно. То есть здесь они теперь пробудут в этих условиях до ноября. Как только похолодает, мы снова их перевезем в крытые теплые вольеры. Размах крыльев у этих птиц более двух метров. Оба относятся к виду кликун. В Боцаду лебеди появились 4 года назад. По словам экскурсовода Елены Дубыниной, лебедь-кликун – осторожная птица. Обычно близко к берегу не подплывает. Но эта пара – ручные и доброжелательные. Живут лебеди довольно долго, больше 20 лет. Так что это такая пара среднего возраста, так скажем. В природе они где-то до трехлетнего возраста, это еще считаются дети. У них даже оперения другого цвета, они такие серенькие. И вот такими красавцами, белыми лебедями они становятся только где-то к четвертому году жизни. Вместе с лебедями в пруду плавают и рыбки. Соседи ничуть не смущают птиц, говорят сотрудники. Прекрасно живут, потому что лебеди, они не ловят рыбу, они вообще вегетарианцы. Вот, они в природе так себя ведут. Это рыбки кои, это декоративные японские карпы. Пруд оформлен в таком японском стиле. И, соответственно, рыбки у нас тоже такие, которых вывели специально для украшения японских садов. В саду бывают и другие виды птиц, говорит Елена. Большинство из них селятся, борются с вредителями сада и улетают. А кто-то остается и вьет гнезда. Наргиза Токижанова, Мухит Кудыгбаев, 24КИЗ, Алматы. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.